Каждый год с наступлением осени большинство людей ощущает снижение настроения и упадок сил. Когда листья опадают, а температура перестает быть комфортной, человека охватывает апатия. Постоянная сонливость, появляется осенняя хандра. Это сезонное аффективное расстройство, которое связано с переменой времени года и сложностями адаптации организма, в том числе психики, к новым погодным условиям. Совсем игнорировать апатию и сонливость не стоит. Если говорится о том, что это усталость или состояние, связанное с необходимостью приспосабливаться к изменившейся погоде, к укороченному световому дню, то нужно постепенно, спокойно, размеренно как-то позаботиться о себе. Симптомы сезонной апатии люди чаще всего путают с депрессией. Это уже серьезное заболевание, которое необходимо лечить вместе с врачом. Осеннюю хандру же можно побороть собственными силами. Разница заключается в том, что клиническая депрессия обычно длится больше двух недель и имеет отличительные признаки. Во-первых, человек не может получать удовольствие в том числе от тех вещей, которые раньше его радовали. Связано это с дефицитом гормона дофамина. Также у страдающих депрессией наблюдается ощущение заторможенности. Мышление носит крайне пессимистичный характер. Человек плохо спит по ночам или же наоборот, целыми днями не может проснуться. При подобных симптомах не стоит затягивать. Лучше обратиться к врачу-неврологу или терапевту для того, чтобы они подсказали дальнейший алгоритм действий. Неспецифические методы поддержания хорошего настроения в осенний период – это здоровый образ жизни. Больше гулять, заниматься физической активностью, дышать чистым воздухом. Преодоление депрессивного настроения – это здоровый ночной сон. Ложиться не позднее 10 вечера. Обязательно сбалансированное питание. Акцент на витамины, овощи, фрукты. Сезонное аффективное расстройство сопровождается сонливостью и слабостью. Эти признаки также могут быть первым сигналом опасных заболеваний – сахарного диабета, сердечной недостаточности, анемии и онкологии. При появлении апатии, сонливости, плохого самочувствия необходимо пройти диспансеризацию взрослого населения. Это метод скрининга на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов их риска. Человек сможет определиться со своей группой здоровья и получить полноценные рекомендации. Для профессионального лечения сезонного аффективного расстройства человеку необходимо посетить психотерапевта или обратиться на горячую линию службы психологической помощи. Это поможет избежать индивидуальных неблагоприятных последствий. Напомним, что в Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования работает клиника психологической помощи студентам и преподавателям. Обратиться за помощью они смогут через личный кабинет или напрямую через Институт психологии и образования. Необходимо найти вкладку с психологической помощью и записаться на прием. Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. Алина Красильникова, Универньюз.